Ткачество Главное женское занятие ткачества — это даже не рукоделие, потому что рукоделие — это слишком легковесное ткачество. Ткачество — это философия целая, это женская душа. История ткачества насчитывает не одно тысячелетие. Одежда из тканного полотна была символом уровня цивилизации. Ручное ткачество сохранялось до начала 20-го столетия. В настоящее время это старинное ремесло хранят увлеченные люди. И когда я услышал, что в художественном музее состоится мастер-класс, в котором плотно задействованы работники музея и семья Рудоенко, главные действующие мастера ткачества в городе Барнауле — Ольга Викторовна Рудоенко и Алексей Николаевич Рудоенко, и Татьяна Александровна Боровцова — хранительница старинных ремесел. Вот все, что касается женской души, мы сегодня преподаем. Ну, то есть главная основа его. Станок этот уникальный. Этот станок сделан по этнографическим образцам, по фотографиям народным мастером Алтайского края Колесниковым Сергеем Михайловичем. По нашей заявке. Мы-то хотели просто ткацкий станок от него, то есть чтобы он ткал, чтобы он держал крепко все, чтобы у него все было новое и прочное. Но поскольку Сергей Михайлович резчик, настоящий художник, он не смог сделать просто станок, он сделал его произведением искусства. Он снабдил его резьбой, он украсил его различными орнаментами, он сделал нам вот такие вот брусочки, дощечки, притужальники. Он сделал их в виде различных животных, мифологических, сказочных. Вот поэтому мы теперь даже не знаем, ткать на этом станке или его занести в фонд музея и только смотреть на него. Вот. Ну, во всяком случае, вот он работает, этот станок. Мы сейчас его заправляем для того, чтобы начать ткачество. Вот. Мы занимаемся самым сложным процессом, который вообще в ткачестве существует. Это основание кроссин. То есть мы сейчас натянем основу. Если мы все сделаем правильно, то у нас получится красивый половик с помощью Ольги Викторовны Рудоенко. Поясок я этот затеяла. Почему? Потому что в художественном музее, в фондах увидела вот такой красивый пояс. Решила сделать, ну, как реплику, не реплику, как сейчас говорится, но что-то похожее, чтобы орнамент остался, потому что очень красивый орнамент. Тут мы видим уже, как бы, моль, время делает свое дело, орнамент может утеряться. А у меня он будет, может быть, не только у меня, кому-то, может быть, будет интересно, и все это сохранится. Это же тоже наше богатство, это наше наследие, орнаменты. Пояса эти староверческие, то есть они из мульты, я не знаю, всюсь коксы там собраны в музеях. И учитывая, что мои предки тоже были староверами, я думаю, что, наверное, у моих были какие-то похожие вещи. И вот я как-то хочу сделать как можно больше поясов с нашими традиционными, старобряческими такими орнаментами. Ну, талант же дается от Бога, поэтому это, наверное, тайна великая. Но на самом деле таких искусных ткачих было немного. И нам всегда говорили в экспедиции, что если одна-две вот таких вот искусных ткачихи были на селе, которые умели заправить красна, которые умели бранным ткачеством исполнить полотенце или пояса, которые умели сделать розвись, чтобы ткать на 16 нитчинках. Вот у нас здесь две, а если их было 16, то нужно было сделать, подвязать их к подножкам так, чтобы они все одновременно опускались, образуя ровный, четкий зев. Вот не каждая умела так. Ну и потом же это нужно было просчитать, количество нитей, какую в какую протянуть. Ну, то есть это вот почти что высшая математика. Вот тебе и талант, пожалуйста. В начале зимы меня отправили в качестве представителя Алтайского края, на конкурс «Русь мастеровая». Там участвовали 65, если мне не изменяет память, мастеров. Но ткачих было 8, то есть там были разные номинации, разные там и береста, и обработка дерева. Ну вот именно ткачих было 8 человек, потому что было еще 2 мужчины. Я могу сказать, что если бы не этот станок, наверное, мне было бы очень сложно соткать за 7 часов полноценный пояс, метр 80. Пояс за 7 часов я соткала, я была удивлена и безумно благодарна Алексею за такую вот вещь. И теперь вот я на нем делаю такие пояса, которые вот на выставке представлены. Ну, у меня Ольга-жена как бы захотела позаниматься. То есть она как бы, сама расскажет, значит, решила позаниматься ткачеством, значит. То есть как наши предки, как бы вот бабушки там или еще вот. То есть они своим вот этим вот ремеслом занимались, рукоделием. Вот. Ей тоже захотелось именно как бы вот это почувствовать, через себя как бы вот это все дело пропустить. Вот. Ну, а уже с моей стороны как бы было именно как бы техническое оснащение ее всякими приспособлениями, то есть инструментами, чтобы именно то, что она задумала, у нее получилось как бы. Вот это было самое первое предки. Это было самое приспособление, то есть это называется сволочок для ткачества поясов. Вот. Приспособление для ткачества поясов. И вот такой вот нож-мральница. Это для того, чтобы выбирать рисунок на поясе. Вот. Это один из самых древних, считается, как бы инструментов доступных, на котором можно было ткать в принципе любой сложности пояса, как бы вот бранные пояса, как бы любой сложности. Вот эти станочки, они в принципе предназначены именно для легких тканей. Вот. И для таких, ну, более редких, вот, окросная, там же и рушники делали, и ткани делали для рубах, то есть как бы вот такие вот тонкие ткани. Вот. Нюанс просто, что, ну, нужно большое расстояние и хорошая натяжка, это расстояние вот между валами, вот, для того, чтобы ткань получалась более равномерной. Вообще это уникальный мастер-класс. Этим это никто не показывает у нас в городе точно. Ну, то есть это, вероятно, кто-то делает, кто занимается ткачеством, ну, вот, глубоко и долго. Вот. Но чтобы показывать и приглашать на это зрителей, мы не слышали. То есть это, видимо, мы такие, то есть это такой вот редкий мастер-класс для нас. Ну, здесь тоже вот представлена часть экспозиции нашей. Здесь именно работы мои и мамы Алексея. Вот. Ее шарф с мережкой, половичок с ромбами, то есть это вот ее работа. Это тоже бирюзовый шарф. Вот. Остальное все мое, ну, вот, еще хотелось сказать о такой вот, застенчивая овечка, я ее называю. Половичок такой, маленький коврик, выполнен в технике закладного ткачества. Тоже это вот, то есть ткачество позволяет рисовать вот образец. То есть это вот села за станок и нарисовала овечку с помощью двух нитей. То есть тут вот, ну, вообще как бы бескрайнее море фантазии можно. Это не просто половички ткать или там шарфы. То есть можно и полоски делать, и клеточки делать, и мережку. И вот делать выборное ткачество. Ну, баранное мы видели там пояса в отделе. То есть тут разгуляйся фантазией, делай, что хочешь. Нет границ ни совершенства, ни разнообразия работы. Ну, как, ну, ручная работа, ее делает конкретный человек. И обычно делает с душой, потому что иначе вещь не сделаешь. Такую, чтобы она могла понравиться другим людям. То есть вкладываешь душу в любое изделие. Стараешься, чтобы все было ровненько, чтобы все было как-то по цветам подобрано, насколько это возможно. То есть передаешь какие-то свои, наверное, даже вот эмоции. Потому что если настроение плохое, я просто не смогу ткать. И я сажусь или очень спокойная, или очень оптимистичная. И, наверное, мои какие-то вот флюиды, или как они, тоже передаются этой вещи. То есть мне кажется, что, взяв ее в руки, ну, не скажешь, что вот эту вещь, ну, как-то что. Вот она без души. Потому что, ну, ее просто не сделать без души. О моих там бабушках, прабабушках, о семьях. Ну, вот как бы, чем они жили. Я знаю, что они были крестьянские семьи. По папиной линии были староверы. То есть жили большой дружной семьей до определенного времени, которое мы все знаем. Потом семья эта распалась. И получилось так, что ничего не осталось. Наследство ни дорожек, половичков, как у многих в семьях. Ни рушников, ни поясов. То есть абсолютно ничего. Только вот очень такие смутные, очень короткие рассказы папы. То, что он еще маленький, совсем помнил о своей бабушке. Вот. О своем отце. По маминой линии тоже, как бы, родители были, старожильческая семья у них была. Скорее всего, тоже староверы. Я не могу уже это установить. И тоже они так вот помотались по стране в войну, после войны. И, соответственно, тоже не осталось никакого вот такого материального наследства, которое бы можно было сейчас потрогать, как-то ощутить, как-то почувствовать близость к корням. Вот. И хотелось, хотелось попробовать что-то сделать своими руками. То, что, конечно же, делали они. Ну, вот так получилось, что остановились на ткачестве. Вот, ну, просто так случайно получилось. Наверное, ткачество, это же вот искренно женское рукоделие. То есть это занимались женщины в каждой семье раньше. Вот. И я так думаю, что и мои прабабушки тоже умели это делать. Я даже уверена, что мы делали. Ткали пояса и ткани на одежду. Появятся еще мастера, ну, или ученики у мастеров. Во всяком случае, у Ольги Рудоенко точно появятся ученики, которые будут продолжать вот это вот дело. Это ремесло женское. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова